Ах, этот августовский, степной вечер 1916 года, куда он развелся? За долгую жизнь накопится немало маленьких радостей, но вечер тот по дороге на Ельзаветинску, хадо Федосии, семилинейная лампа в сарае и сон на горбе под звездным небом никогда. И ах эти казачки, мастерицы унимать боль, прогонять сиротство в душе, награждать часами заботы, хлопотливым вниманием и почти материнским уходом. Не тому только было суждено вспоминаться, что она в зените ночи растолкала его на горбе, прилипла большими губами и придавилась худым теплым животом. А этому, как кинулась она к солдату навстречу на улице, заплела за руку и уговаривала ехать ночевать к ней. У меня ж в городе никого, и покормить некого. И побежала к сеному рынку искать Елизаветинского казака с возом. Душою взяла баба, сама некрасивая, но душа на троих. И поехали они на вечер вольную кубанскую степью. У фермы к Начбау остановились. Сбегала Федосия в хату, где в 1918 году будет убит Корнилов. Потом выпросила четверть молока, напоила своего дружечку Акима. Бородатый казак погонял да и курил, а Федосия и Аким разговаривали за его спиной. За аулами горцев, по ту сторону Кубани, в низине, обливались последним красноватым светом просторы. Ехать бы вдвоем, было бы слаще. Но и за спиной чужого человека можно коснуться руки, живота, сладко потерпеть до темноты в хате. Он ее заметил случайно, на красной, когда шла она, злая, из первой полицейской части от этого проклятого крючка Цитовича. Кто-то им подворожил, наверное. Он уже, как всегда в юности, намерился выплутать к дороге у бурсаковских скачек и шлепать 25 верст до своей станицы Маринской, что ночь он не боялся. Его с детства любили девчонки, жалели, но считали глазливым. Виною было пристрастие Акима всматриваться в лица. Он отводил свой взгляд, если кто-то замечал, что за ним наблюдают. Лицо забывшейся женщины, девки, цвело, как радуга. То очистится мыслью высокой, таинственной, то зальется нежной ласкою, то вскинутся брови, то губы скривятся в усмешке или подернутся плаксою. В лице стояло столько оттенков, сколько в степи ранней весной. «Смотришь и не насмотришься». Федосия Христюх, пришедшая на табачную плантацию из Елизаветинской, будучи старше Акима на восемь лет, говорила напарницам про его глаза. «И как они хороши!» Да была б моя воля, обменялась бы я с ним глазами, и до дачи бы не пожалела. На танцах дурачились на все лады, песни неприличные пели. Акима переодевали в армяночку, а Федосия изображала ухажера, целовала его в щеку. Ее синие зрачки, как крошечные колокольца, не смеялись, а были завущи. «Погадаешь мне?» – спросила Федосия. Аким, гадая, раскидывал всего четыре карты. Каждый вечер перед сном она его выкликивала нахально. «Ну что?» «Ну, кто ночевать?» «Раз». «Кто ночевать?» «Два». «Кто ночевать?» «Три». «И...» Зря приполз он к ней во тьме. Ее на полу не было. Аким не спал всю ночь. Придумывал всевозможные кары измениться. Днем, облюбовав во дворе обрезок дуба, и когда все легли спать, внес это бревно в казарму и положил рядом с Федосией. При этом шепнул. «Пусти ночевать!» На черкесской стороне колыхались дымки. Под обрывом Кубани плоско текла вода. А вдали, за нескончаемой степной долиной, темнили на горизонте барашковые силуэты садов. Городская пожарная каланча прощально перебиралась по небу своей верхушкой. В лицо дул теплый ветерок. Сытые лошадки с охоткой трусили к дому. Всякий раз, когда млела душа чувством к родной в вольной округе, хотелось запеть. Что-то дедовское. Раньше, шагая в одиночку, по прямым дорогам, взгоркам и балочкам, Скиба всегда пел в полный голос. И только птицы до коня в табунах слышали его. Не раз слышала степи Федосию. И когда совсем потемнело вокруг, И Аким откровений подпирал плечом ее спину, завела на материнскую. И Аким вторил ей. Казак отъезжая, а девчина плачет. Куда едешь, казачья? Казачья, соколи, возьми мы нас с собою На Украину далеку. Ох, громко вздохнула Федосия, Когда кончили песню, И боком повалилась на скибу. Запунтовалась баба, А в хате дети ждут. Полюбила городовика, Посмеивался войщик, Казак из Новомышастовской, Тайком презиравший бабу За связь с иногородним. Полюбила, не злюбила, Тебе шо за дело? А злее вас никого в свете ныма. Я сама казачка, А их не терплю. От души говорю, Он тебе за сто годов не забудет. А офицеры? И офицеры такие ж, Они хорошие на службе, Но не по семейной жизни. Его не учили, как с бабой жить, А чтоб скакал, стрелял. Оно ж народом поется, Не дивися, казак, Я девчина плачет. Мой дед, бери, Фроська, мазницу, Машь колеса, а я подмогу, А то я замажу черкеску. Да будешь везти бычков за налыгач. Хлеба взяла, а сало, пшено, Я не могу запылиться, Я ж в казачьей форме. Не доведи, Господи, Себя берегли, А гуляли. Возница больше не заикался. А Федосия, Повспоминав прошлое время в молчании, Тихонько рассказывала уже только Акиму. Я тут работницы была. Стоп, Отца еще не было. Стал хозяин ухаживать за мной. Лука Иванович ему, Если будешь меня так цеплять, Я скажу атаману, Не будь серком, Че ты, Цап-цап. Добрая была. На меня указали, Что я девкой согрешила, И батюшка назначил целый год церкви молиться. Я походила, походила, И думаю, какая мне польза, Хозяин меня выгонит. Говорю батюшке, Отец Антоний, Знаете шо? Я служу у хозяина, Меня выгонят, Работать надо, А я в церкву. А он, Федосия, Привези мне свинью на подводе И арбузов. Батюшка, А где я возьму вам? Я буду тебе помилование творить, А ты мне не заплатишь? Приди спать до меня. Вот это не брешу, Истина. Пришла в церкву, А уже вижу, Шо он сварится на меня. Я не подхожу Евангелие целовать. И так я не пошла до него, Помилование он мне не сделал. Я дулю ему скрутила. Ось, говорю ты, батюшка, Кто ж тебя слушать будет? Вот это не брешу, Сама себя выдала, Тебе че нужно было знать? А ничего, Сказал Аким. А как же ты не побоялась, На пять душ пошла? Спросил казак. Решила, замуж пора. Иду в церкву. А мама говорит, Федосия, Я была на похоронах, Умерла Шевченчиха. Ну так кричали, Так кричали дети. А он как плакал. Ты бы пошла за него, Тебе бы Господь простил все грехи. Поговела в церкви, Молебен отстояла, Колы навстречу тот самый Шевченко, Белая папаха, Красный вершок, Казак. Федосия Кузьминишна, Можно тебя на минутку? Не, я иду с церкви. Если тебе нужно, Так ты знаешь, Где мой батька и мать. Иди туда. Буду я с тобой ковылять, Да полакать, Чтоб все знали, Что ты меня сватать хочешь. И пошла. Бросила кавалера своего. Мама спрашивает, Ну, Шевченко был? Да видела в церкви. Вышла, А он меня зацепил. Так я ему отповедь дала, И не знаю, Придет теперь или нет. Колы идет. Вот так и вот так, Мамаша, папаша. Я встретил Федосию, А она от меня отвернулась. Я слушаю и говорю, Не надо церкви встречать, Да сватать. Ты ж веришь, И я верю. Посидели, Батька, Шо ты с ума сошла на пять душ? Молчите, папа, Я сама отгавкаюсь. На черта он тебе сдался, Такой старый. Пускай он скажет, Шо у него есть. А у него одна корова, Пара коней. На утро я встала, Мать, Федосия, Тебя кличут. Не Шевченко вы детям. Я к дверце подхожу. Здравствуйте, детки, Чего пришли? Мы по маму. Идемте до нас жить. Я не могу. Мы наловили рыбы, Папонька пожарил. Сказали, чтоб вы пришли. Не пойду. И мы без вас не пойдем. Они так кругом меня стоят. Ручка за ручку и хором. Ой, мамочка, ой, мамочка. Хоть бы ты камень, А и то лопнул бы. Думаю, Вот шо такое? Ну шо это такое? И все соседи смотрят. Так я тогда пошла, Нарядилась. Было во что нарядиться. Иду. Куда? Люди спрашивают. Иду замуж. За кого? За Шевченко. Малахольная. Куда ты идешь? Пойду. Значит, так должно быть. Вот. И Федо вся заплакала. Плевали мне в глаза. Куда тебя черт не злет? Пойду и пойду, Сказала себе. Он чистый, красивый мужчина. Ну шо ж, Шо на 20 лет старше. Я его таким хозяином сделала. Двенадцать коней стало. Пять коров. Хату перерубили. Линейку купили. Возили на сеное молоко. А он взял и умер. Вот. Ну, значит, так должно быть. Такая моя доля. И у тебя она есть. Ты веришь? А как же? Другая глядь, Маменька не скажет. Возьми, сыночек, Съешь каши. А я скажу. Уже и станица наша. Сейчас баню тебе сделаю. Уложив почивать своих деток, Она нагрела три ведра воды. Затащила в сарай корыто. Поставила на бочку Семилинейную лампу. Ну, солдат таким, Сказала она, Готова тебе турецкая баня. И потру, И веничком похлистаю. Так купают ребенка. Она намылила его, Потерла ему спину, Обливала водой, И не переставая Разговаривала. Так купают ребенка. Она намылила его, потерла ему спину, обливала водой и, не переставая, разговаривала. И нужны мне эти дармоеды. Как что кричат? Дойдем до Босфора, займем Дарданеллы. А мне в корыте хорошо. Зачем Дарданеллы? Чем же вас там кормили? Еще у тебя одни косточки. Куда вы без бабы? Кто вам штаны поштопает? Кто руку под голову подложит? Поворачивайся, я не вижу, не стесняйся. Вот уж я косточки твои прощупаю, покормлю. Пускай на ней, как на кабане, жирок отложится. Я люблю за мужиком ходить. Домой завтра приедешь, мать и не узнает. Чистенький да румяный. Вот, поворачивайся. А теперь вставай, я на тебя полью. Вот то крючок Цитович не знает, какая Федосия. Дай поцелуй. Просохнешь, я тебя на горбе постелю. А сейчас не цепляй меня. Офицеры, небось, пристают? Я им не ровня, а они мне не по нраву. Была моложе? Урядник мне. Поедем с тобой в Петербург? Поедем без венчания. И за руки. Давай, говорю, я тебе до венчания поцелую. Подставляй губы. Обмакнула мочалку в корыто. Да по губам, по губам ему. Ах ты стерва, так я тебя в глотку саблю воткну. От стервы слышу. С корыто не хочется выбираться. И как ты меня заметила? Господь подсказал. Иди на красную. А на дачу бурсачки ты ходишь? Не, калерия ласковая со мной. А тетка бурсака, как собака, не видит, а гавкает. Ну, они скоро нагавкаются. Не все нам их караулить. Хватит нас вешать. Мы уже сами веревки сучим. Словами улицы не мостят, сказала Федосия. Я тебя уже раз выручала? Ой, не попадайся, иди. С корыто не хочется ступать. Закутанный в холстину скибой пил чай из большой кружки. Федосия еще долго восилась в сарае. На заре он ушел в Марьинскую. Никто из них не догадывался, как надолго они расстались. И как перевернется вся жизнь через несколько месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok